Друзья, поддержите героя ролика и автора канала. Небольшим донатом. Все ссылки внизу под видео. Чемпион мира. Сорта. Тебе не стоит ждать чудес. И ты уже почти поверил. Готов был ты уже уйти. Но лишь в последний раз решил в себя поверить. Решил в своей дорогой пойти. Ты ежедневно шел в спортзал. И невзирая ни на что, ты поднимал и поднимал, чтоб сохранить свое лицо. Чтоб вновь почувствовать победу. На вкус, на запах и на цвет. Поверьте, в мире лучше нету тех чувств, когда ты выиграл всех. Когда стоишь на пьедестале. Твоей страны играет гимн. Я жизнь на это бы поставил. И не хочу я быть другим. Не суждено той сказке сбыться. Я до финала не добрался. В четверть финале парень слился. Но как сражался. Как сражался. Адреналин и дух борьбы. И сердце бьется часто-часто. Не надо мне другой судьбы. Хочу навек не здесь остаться. Теперь вы уже знаете, что эти строки Руслан написал. Еще не будучи чемпионом мира. И насколько очень важно слушать себя. Идти вперед. Не слушать тех, кто что говорит вокруг. Вообще не слушать. Это так важно. А еще важно, чтобы вокруг вас были те люди, которые вас поддерживают. Самое близкое окружение каждому человеку. Каждому. 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 Вот. 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 Самое близкое. Важно, чтобы были люди, которые вас поддерживают. Почему Руслан попросил меня зачитать его стихотворение. Побыть его голосом. У него нарушение как бы в дикции. Ввиду вот этой болезни. Инвалидности детства. Ему трудно дается процесс говорения. Чистого говорения. Вот. И он попросил побыть его голосом. Так я и согласилась. Так мы, в принципе, начали взаимодействовать. И я очень рада. Поскольку в тот момент я читала стихотворение, которое было о том, что... Это был 2018 год, да? Читала стихотворение о том, как у Руслана не получилось стать чемпионом мира. Как все его отговаривали принимать участие. Что он уже второго сорта. Он уже... Да тебе все это не нужно. Как вот эти голоса вокруг любители подценить и осудить. И сказать, что тебе нужно в твоей жизни. И как они врывались в его жизнь. И как тогда у него не получилось. То есть он все равно пошел своим путем. У него не получилось. И я очень рада, что в 2019 году. Спустя, можно сказать, год. После нашей встречи с Русланом. Он пришел к своей мечте. Он взял то самое заветное первое место. Несмотря на разговор людей вокруг. Не слушая всех тех любителей. Дать совет. И покритиковать. Как это здорово, что человек умеет идти своим путем и идти вперед. Прям огромнейшая благодарность. Потому что такой человек есть. Среди нас. И своим примером он показывает. Действительно пример. Руслан, пора дописать новое стихотворение о том, как получилось. Поехали. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok